Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Игорь и Элла Трегубенко передумали уходить с проекта. В видеотрансляции Элла заявила, что в самое ближайшее время они вернутся и отомстят Насте Волынец и Богдану Бобрику. Андрей Чуев с Мариной Африкантовой навестили бабушку. Мы, как всегда, в воскресенье поехали к бабуле, пишет Чуев. Поедем в грузинский ресторан. Бабуля захотела салат из бакинских помидор и чаховили. Майя Донцова перекрасилась и стала блондинкой. Так непривычно быть блондинкой, но мне очень нравится, написала девушка. Анна Малько ушла с проекта и никто не знает, придет она обратно или нет. Видимо, виной всему приход бывшей девушки Кроткова. Илья недолго переживал по поводу ее бегства, хотя даже порывался сначала уйти за ней. Но Кротков быстро нашел утешение в объятиях своей бывшей пассии Ирины и заселился с ней. Тем не менее, он до сих пор пишет Анне и хочет, чтобы она вернулась. Надя Соколовская рассказывает про празднование дня рождения новенького Евгения. «Все было бы хорошо, но Костя Иванов был очень агрессивен. В итоге и я поругалась с Костей, и в меня полетел торт. Я поменяла мнение о Косте в худшую сторону. Разговаривать он не может, критику не воспринимает, только грубит и распускает руки». Лиза Полыгалова с Мариной Мексико устроили сюрприз для мальчиков. «Мы были в роли папуасок, так как в наших девочках женихов постоянно что-то не устраивает. Так и чернокожих женщин они по достоинству не оценили, сами не знают, что хотят». Катя Кауфман, которая живет с Венциславом Венграшановским, довольна всем. Девушка пишет, «Каждый день наполнен множеством ярких красок и событий. Это очень интересно – постоянно быть под камерами и учиться принимать себя таким, какой ты есть. И главное – учиться на своих же ошибках. Это отличный шанс испытать себя». Ваня Барзиков и Саша Задойнов решили устроить забастовку. Парни не пустили на виллу девушек, которые хотели устроить им свидание, а также заставили их становиться на колени. На «Острове любви» организаторы придумали новое испытание, которое оказалось достаточно опасным. Участницам завязали глаза и в таком виде сажали на них жуков. Карина Багдасар рассказывает, «Сегодня у нас был конкурс «Избавляемся от страхов». У меня просто была истерика, я рыдала и, как обычно, не справилась с этим заданием. Сказали, что наказание для меня будет жесткое». Супруга Леши Самсонова Юля утверждает, что она гордится своим супругом, который скоро может стать депутатом Госдумы. «Горжусь моим любимым, завистников прошу проходить мимо», написала девушка. Как вы помните, несколько дней назад в сети появилось скандальное видео бывшей участницы Элины Камирен. Она записывала видео в обнаженном виде. Она могла бы отмазаться и сказать, что все это фотошоп, но Элину предательски выдала татуировка на животе. И вот Элина решила, что от этого рисунка на теле нужно избавляться. Она написала в своем блоге, «Есть одно сказочное место, у них есть аппарат, который убирает тату навсегда, без шрамов и пигментов. Я счастлива, теперь я могу спокойно убрать это безобразие с живота». Две бывших участницы, Оля Солнце и Алена Водонаева, впервые встретились за долгое время. Солнце пишет, «Встретились со старой подругой, горшок разбили, как полагается. Вечер женских сплетен только начинается, а нам есть что обсудить, особенно бывших, особенно общих». На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.